В культурной столице Азербайджана, городе Шуша, где проходит 5-й съезд азербайджанцев мира, находится и съемочная группа CBC. И сейчас на прямую связь со студией выходит мой коллега Шамистан Мамедов. Здравствуйте, Шамистан. Пожалуйста, вам слово, как проходит. Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, в культурной столице Азербайджана проходит очередное крупное мероприятие. В этот раз в сердце Карабаха – жемчужина Азербайджана, город Шуша, принимает 5-й съезд азербайджанцев мира. В нем принимает участие свыше 400 участников из 65 стран. И сегодня здесь принимаются важные решения о дальнейшей деятельности азербайджанской диаспоры. С нами рядом сейчас находятся участники этого мероприятия. Значит, Эльмар Мамедов, председатель Международного альянса Азербайджан-Украина, и Лев Спивак, руководитель Международной ассоциации Азербайджан-Израиль. Как было сегодня отмечено, многие участники подчеркивают, что проведение пятого съезда азербайджанцев мира в Шуше, это можно назвать съездом победы, потому что это первый такой съезд после освобождения Карабахского региона Азербайджана. Хотелось бы узнать ваше впечатление об этом мероприятии. Сегодняшний день это грандиозное мероприятие, пятый съезд азербайджанцев мира. На самом деле, то, что значимость, что оно проходит именно в центре культуры Азербайджана, в городе США. И сегодняшний день на открытые съезда выступил главнокомандующий Азербайджана, президент Азербайджана Ильхам Алиев. И значимость сегодняшнего съезда, я бы сказал, что в конечном итоге, значит, все азербайджанцы мира, они сплоченные и собрались вокруг президента Ильхама Алиева, который сегодняшний день подарил нам эту победу, подарил нам этот съезд победы. И сегодняшний день, и это значимость, и на своем вступлении президент сказал сегодня, что мы уже в шуше сидим стойко и четко, и больше мы отсюда никуда ни шагу. Поэтому, на самом деле, это очень большой исторический трюк, и об этом съезде я бы хотел, чтобы именно оно продолжалось как постепенно, чтобы и был шестой... Традиционно проводилось именно... Традиционно, чтобы проводился этот съезд, и шестой, и седьмой, чтобы именно оно вот проводилось, и, конечно, мы каждый раз для нас пятый съезд азербайджанцев мира, это будет съездом победы. Особенным съездом. Господин Спивак, хотелось бы узнать и ваше мнение. Безусловно, то, что съезд проводит здесь, в шуше, придает особую значимость ему, придает нам всем совершенно необычное ощущение. Ведь, если вы помните, во время Отечественной войны был необычайный всплеск активности диаспоры во всем мире. И то, что съезд проводится здесь, придает нам некое ощущение все-таки сопричастности к этой победе. Совершенно необычное. Пока еще трудно, конечно, оценивать все, что произойдет здесь на съезде. Как вы слышите, продолжаются выступления. Нас ждет еще, наверняка, много интересного. Но все самое главное уже точно прошло. Перед нами выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Была очень приятна его оценка нашей работы. Было очень обнадеживающее слышать то, что он сказал о будущем Карабаха. И самое главное, что он очень четко определил задачи, которые стоят перед нами на период до следующего съезда. Так что будем работать. И хочу всем пожелать следующий съезд, извините, не здесь. Ходжаллах. Да, спасибо вам огромное. Еще сейчас панельные сессии проходят и обсуждается, значит, деятельность диаспорских организаций в постконфликтный период и оказание содействия диаспорой азербайджанской в реконструкции, возрождении Карабаха. Хотелось бы узнать ваше мнение, каким образом азербайджанская диаспора может помочь Азербайджану быстрее возродить эти территории. Ваше мнение по этому? Абсолютно может. Я четко могу вам сказать, что сразу же, практически через неделю после победы, еще в ноябре, уже позапрошлого года, к нам обратилось огромное количество израильских компаний, которые готовы вкладываться и создавать здесь, в Карабахе. Мы соединили их с соответствующими ведомствами в Азербайджане. Все мы понимаем, что эти проекты пока не могут выйти в работу, пока идет разминирование. Мы ждем, но я уверен, что вы еще увидите вклад израильских компаний в возрождение Азербайджана. И даже в таких мелких вещах, как два израильских скульптора, обратились с просьбой восстановить памятник в Агдаме. Мы в этом уверены. У нас нет сомнений, что все это будет реализовано. Эль Мармелем, инвестиции в Карабах, каким образом может помочь диаспора? Да, я вам скажу, до инвестиций, пока мы видим, что сегодняшний день именно дорога в Карабах тоже является дорогой победы. Потому что мы по ней приехали, сегодняшний день доехали в нашу красивую шушу, которая является центром культуры Азербайджана. И на самом деле голым глазом можно видеть, что шуша восстанавливается. И при том восстанавливается очень скоро, как сказка, так будем говорить. Но инвестиции на самом деле тоже есть. Очень много украинских строительных компаний, фирм, которые хотят выкладывать сюда инвестицию. Ну, это то же самое, как сказал наш дорогой гость, что на самом деле идет пока мероприятие по обезопасыванию работы этих людей, которые они будут тут строить и восстанавливать наши исторические памятники и так далее. Поэтому к этому тоже очень много и ждут окончательное приглашение инвесторов в сегодняшний день в шушу. Потому что и каждый, как вам сказать, человек, который будет тут строить здание, восстанавливать исторические наши памятники, и эти люди тоже войдут в историю. Потому что они работали и, как говорится, творили чудеса именно в нашем городе Шуше, в центре Азербайджана, в центре культуры Азербайджана. Спасибо вам огромное, что вы делили нам время. Удачи вам в работе съезда азербайджанцев мира. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что в съезде азербайджанцев мира принимает участие 400 участников. И сегодня обсуждается их деятельность в постконфликтный период, а также привлечение инвестиций в Карабах посредством диаспоры. Мероприятие продолжится и завтра. Также ожидается проведение концерта, посвященного проведению пятого съезда именно в культурной столице Азербайджана Шуша. На этом у нас все. Студия. Спасибо большое. Шамистан Мамедов выходил на прямую связь со студией из города Шуша.